А перед просмотром видео советую зайти на канал Баффера. Парень делает видео про компьютеры, тестит и обозревает различные железки. Всем советую, ссылка естественно в описании. Ну что ж, всем привет. В прошлой серии НДБ мы собрали компьютер за 7700 рублей, который мне впоследствии удалось продать за десяточку. Профит на этот раз составил 2300 рублей. Окей, отлично, теперь мы имеем дело уже с достаточно крупными суммами, и находить супервыгодные предложения стало очень сложно. Поэтому я подумал, что нам не обязательно всегда собирать максимально дорогую сборку. Иначе говоря, сегодня мы будем собирать бюджетный компьютер для дома на сокете АМ3+, за 5000 рублей. Поехали! Итак, вот что за компьютер у нас сегодня будет. За 3000 рублей я взял набор, который включал в себя материнскую плату MSI 760GM-P23. В скобочках FUFX. То есть она нам так прозрачно намекает, что за процессор должен в ней стоять. Но нет. В комплекте был далеко не FUFX. AMD Athlon 2 X2 250. Характеристики. Два ядра, естественно два потока, с частотой ровно 3 ГГц. Два мегабайта кэша второго уровня, а кэш третьего уровня вовсе отсутствует. Что достаточно печально. В комплекте у нас было также 2 ГГ памяти формата DDR3, от компании Ramos, о которой я, если честно, слышу в первый раз. После того, как я загуглил название, я узнал много нового. Но не о компании, которая выпускает оперативную память, а о том, что Sergio Ramos это профессиональный испанский футболист. Отлично. Ну и так как 2 ГГ оперативки в 2018-м это мало даже для медиа-центра, я добавлю туда ещё одну планку на 1 Гиг. Но уже от Самсунга. Теперь система будет занимать этот самый гигабайт оперативки, оставляя нам ещё 2. Вот. Ну и ещё нам в подарка дали самый что ни на есть обычный боксовый кулер. На М3 сокет, как ни странно. Далее мной был куплен жёсткий диск на 160 ГБ от компании Seagate с SATA интерфейсом. Купил я его за 500 рублей. И на этом мои покупки на Авито закончились, так как блок питания и корпус были куплены мной в магазине содействия по акции. А теперь немного поясню. Содействие это такая сеть магазинов, продающих различную технику в республике Коми, где, собственно, я и обитаю. Но давайте конкретнее. Я купил блок питания от компании Винарт на якобы 450 Вт за 600 рублей. Не обращайте внимания на то, что я заголхозил с его лицевой стороной. Просто на ней была полусорванная этикетка, и это было ещё хуже. Теперь этот блок питания от всем известной брендовой компании Кококорсейр. Кстати, по 12-ти вольтовой линии он выдаёт не больше 300 Вт. В качестве корпуса я выбрал Аккорд ACC B301. Купил я его всего за 500 рублей. И сейчас я вам покажу почему. Как вы видите, он, вероятнее всего, падал на свой, так скажем, зад. А так как сделан он из фольги, на нём остались неплохие вмятины. Половину из которых я, правда, впоследствии выровнял рукой. В целом, за 500 рублей этот корпус очень даже неплохой. Как по внешнему виду, так и по своему строению. Вот товарный чек о покупке как блока питания, так и корпуса. Но вы спросите, как так? Ты что, забыл про видеокарту? Я отвечу, да, забыл, но сейчас вспомнил. В общем, это у нас по традиции GT 630 от компании Manly. Наверняка, блин, тоже какой-нибудь футболист. На борту имеет 1 гигабайт GDDR3 памяти с шиной 128 бит. Она тоже шла в комплекте с материнкой, протцом и оперативкой. Вот, собственно, почему я решил во что бы то ни стал купить этот сет за 3000. Ладно, мы достаточно ознакомились со всеми составляющими данного компьютера. Можно приступить к сборке. Для начала засунем процессор в сокет. Естественно, смотрим, чтобы маркировки на материнской плате и процессоре совпадали. Далее наносим термопасту. И я, наконец-то, решил воспользоваться не КПТ-8, а чем-то получше. Например, Deepcool Z3. Наносим достаточное количество на процессор и размазываем. Итак, теперь сверху устанавливаем радиатор. Далее можно установить оперативную память. Как это делается, я надеюсь, вы все знаете. Ну и, наконец, устанавливаем комплектующий в корпус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Но перед тем, как приступать к тестам, я бы хотел немного разогнать процессор. Делается это, кстати, тоже довольно-таки просто. Выставляем по шине значение 247 вместо 200 и вуаля. Частота нашего процессора увеличилась на 700 МГц. Естественно, проверяем стабильность системы с тресс-тестом. И с ним наш процессор справился на твердую пятерку. Теперь тесты. Первым делом мы идем в CSGO. Я выставил минимальные настройки графики, Full HD разрешение и, как ни странно, результаты лучше, чем на нашей предыдущей сборке. Меня это слегка настораживает. Так что, если кто-то знает, почему так, просьба написать в комментарии. Однако мы имеем то, что имеем. А это полная нагрузка процессора и видеокарты и 60-80 фпс. Видеокарта, кстати, греется ровно, как моя 760-я. В целом, очень даже неплохо. Далее GTA V. И тут на низких настройках графики Full HD мы получаем 25-30 кадров. Видеокарта загружена полностью, а вот процессор только на 70-80%. В целом, достаточно приятно играть, но только первые минуты 30. Так как потом начинаются дикие фризы длительностью почти в секунду, вследствие нехватки оперативной памяти. Если добавить сюда еще 1 гигабайт оперативной памяти, то эту проблему можно решить. Однако, наш сегодняшний бюджет не позволяет нам это сделать. Вывод я однозначно сделать не смогу, ведь картинка вроде как более-менее плавная, но фризы портят всю картину. В первый раз я использую Battlefield 1 на тестах, и с самого начала нам дают понять, что поиграть нормально в это нам не удастся. Я выставил низкие настройки графики и понизил рендер картинки до 90%. И при таком раскладе у нас на экране 20 фпс, притом с жуткими фризами. Абсолютно все загружено полностью, кроме видеокарты, загрузка которой иногда подрывается до 60%. Вердикт абсолютно неиграбельно. Ну и завершаем мы старой доброй классикой, Stalker's of Припяти. Здесь стоят высокие настройки графики и динамическое освещение и Full HD. Видеокарта с самого начала загружена полностью, а у процессора полностью нагружается только одно ядро, а второе тем временем видимо отдыхает. Если понизить настройки до средних или убрать динамическое освещение, я думаю будет фпс 70 точно. Но даже так играть достаточно приятно. Ну что, пришло время подвести некий итог. Сегодня мы собрали компьютер на сокете АМ3+, за 4600 рублей, на котором даже можно во что-то поиграть. Продавайте его, надеюсь, тысячи за 7, и учитывая то, что у нас продают по такой цене, это даже будет хорошим предложением. Всем спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, на инстаграм, не забывайте про группу вконтакте. Удачи вам, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok